Четвертая утренняя молитва преподобного Макария Великого. Вот как она звучит. «Господи, ежемногую Твоей благостью и великими щедротами Твоими, Дал и сии мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия, без напасти прийти, отсяга гозла противно. Ты сам, Владыка всяческих творче, с подобиемя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем, Творите волю Твою ныне и пресно и во веки веков. Аминь». Ну а теперь давайте мы ее разберем. «Обращение ко Господу, Который многою Своею благостью и великими Своими щедротами, Ежемногую Твоею благостью и великими Твоими щедротами дал мне рабу Твоему». Что Он мне дал? Он дал мне возможность прожить время прошедшей ночи без напасти, то есть без беды, без искушений, без всякой горести, без напасти, чтобы прошло это время минувшей ночи. Ты мне это дал. И это время прошло без напасти и от всякого зла противно, то есть противоположно всякому злу. Я сохранился от всякого зла. Вот Твоею благостью и великими щедротами Твоими Ты мне позволил сохраниться в этой ночи без всякого зла и без напасти. «И Ты сам владыка всяческих творче» Владыка всяческих творче – это обращение ко Господу. Владыка всяческих творче – это творец всех, творец всего видимого и невидимого, творец всей Вселенной, мира и духовного, и мира материального, всяческих творче. «Ты сам владыка всяческих творче, сподоби мя истинным Твоим светом» Сподоби – значит, сделай меня достойным, удостой меня какой-то чести. «Сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою». То есть сделай меня таковым, чтобы я мог просвещенным сердцем творить Твою волю. А чем это сердце будет просвещено? Истинным Твоим светом, светом Твоего учения, светом Твоей любви, светом Твоего благоразумия. «Сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою». А вот это окончание молитвы «ныне и пресно и во веки веков» от сегодняшнего, от этого момента «ныне и пресно» – это до конца моих дней, и во веки веков – это и за пределами моей земной жизни. Вот это окончание молитв, оно всегда как бы продляет нашу жизнь в вечность. Вот от сегодняшнего момента и до бесконечности, выходя за рамки нашей земной жизни. А вот насколько оправдана наша благодарность Богу, что Он сохранил нас этой ночью от всякого зла противно и без напасти. Это мимошедшее время этой ночи прошло. Ну прошло и прошло, казалось бы. Почему мы за это Господа благодарим? А вот это и есть свойство по-настоящему верующего человека. Вера есть удел душ благодарных. И когда человек начинает в обычных, казалось бы, мелочах своей жизни, повседневности видеть милующую руку Божию, вот тогда он действительно становится по-настоящему верующим человеком. Если мы воспринимаем все это как само собой разумеющееся и недостойное того, чтобы упомянуть и за это поблагодарить, но мы никогда не станем по-настоящему верующими людьми. Вера есть удел душ благодарных. И даже если у нас этой благодарности в душе и нет, то молитвенное правило исправляет эту кривизну, заставляя нас задуматься о том, что вообще-то мы живем в милости Божией в повседневном режиме. И ночью, и днем, и во всех обстоятельствах своей жизни можем видеть милующую десницу Господа нашего. Господи, ижемногую Твоей благостью и великими щедротами Твоими дал и сие мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, отсяга гозла противна. Ты Сам, Владыка всяческих творче, с подобиемя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok